привет привет сегодня в основном нашем портале путешествий со смыслом и сегодня нам пришла снова небольшая вернее даже достаточно большая посылочка коробочка из краснодарского края из россии от той же девушки которая прислала в прошлый раз юли ее мужем владимиром magnus даймин большое спасибо большое привет огромный наверняка в следующем году в краснодарский край мы сможем добраться по путешествуем по крыму и так далее но нас уже приглашали на самом деле гибли οι гришим нашли это не пригласила я уже с образ на самом деле нас уже приглашали несколько раз но мы сейчас точно не соберемся когда уже доделан наш квест с ребенком то мы уже наверняка в следующем году все-таки соберемся в какой-нибудь пришествие с маленьким ребенком, как раз будет интересно, как это получится, будет ли тяжело, не тяжело. Тяжело, очень. Да, наверное, будет очень тяжело, но сейчас мы будем рассматривать, осматривать, посмотрим, что нам сегодня, в этот раз прислали. Пришла достаточно большая посылка, я ее сам забирал с почты, она была больше моего торса, вот, прям вот такая вот, поэтому у меня не получилось просто ее доставить домой. Пришлось ее вскрыть прям там. Я был с велосипедом, с языком, просто покажем, что там внутри было в этой посылочке. И начнем мы с чего? Первый с ребенком. Тут есть, короче, две части. Одно сладости, одно вот вещи для ребенка. И мы начнем с вещей для ребенка. Первый подарок нам вот такой вот рак, краб, не знаю, как его назвать. Тут написано с 18 месяцев. 18 месяцев это примерно с полтора года. Он доступен, хотя, как по мне, можно его, наверное, из года, если ребенок быстро взрывается, использовать. Вот тут есть включение. Вот, и он включается. Еще четыре варианта музыки различные, там музыка для сна, музыка просто прикольная, веселая для сна, например. Да, честно говоря, нам тоже хочется спать, мы, наверное, выключим. А то мы точно заснем. Сразу идет вот этот вот рачок с батарейками. Написано, funny crab. 18 месяцев от полтора года. И второе прикольное, что в нем есть, это вот тут вот в центре есть луна и звездочки. И получается, как вы увидели, он загорается. И если есть какое-то черное полотно или стена какая-то, не отображается. Это как мини такой проектор. Естественно, только один вариант. Вот эти вот звездочки и луна. Но он действительно светит достаточно неплохо. И эти звездочки мигают, там они докрутятся. В общем, что-то прикольное происходит такое. Мы, возможно, вам в конце покажем. Нет. Может, и покажем, но тут Габель говорит, что, в принципе, сзади коробки вот примерно нарисовано. Как это происходит? Вот такой вот рачок музыкальный. Естественно, придется подождать, как я понял, годик-два, до того, как вот эта штука, он сможет играться. Но мы ему можем сами музычку включать. Это тоже такое. Это просто рядом с ним находится, без проблем можно пользоваться. И следующее, что у нас есть, это главная была часть посылки, насколько я понимаю. Мы жаловались, что у нас нет такой штуки. Мы, если честно говоря, в каком-то видео снимали, сами хотели такую штуку. Купить она стоит достаточно. Дорого эта подушка для кормления ребенка. Тут вот сзади написано. Сзади, все френч. Или спереди, да. Как ребенок может там лежать, сидеть, быть у матери на ногах. Когда кормят ребенка, особенно вот уже, когда ему полгода и больше, он становится достаточно тяжелым. И все время кормление очень тяжело его держать на руках. И, соответственно, эта подушечка сильно помогает при кормлении. Эта подушка как раз для кормления. Грудь как раз для детей. Вот такая вот интересная марка. Написано Only Baby, только ребенок. Вот, ну, собственно, и все. 100% катон. То есть 100% натуральный. Вот тут вот написано 100% катон. Чего-то там confidence, текстиль. Явно экологически чисто. Опять же, проверено наверняка всеми вот инстанциями, которые можно было проверить. Есть у нее ручка такая для упаковки. Мы обязательно попробуем. И я же говорю, мы на самом деле сами хотели купить такую, что удалось нам немножко сэкономить на покупках для ребенка. В общем, очень удобная вещь. Большое, огромное спасибо Юле и ее мужу. Мы обязательно будем это все пробовать. Габель потом расскажет обязательно, когда у нас будет уже ребенок конкретный. И она уже будет от него вставать. Да, подушка очень мягкая, очень хорошая. И мы обязательно будем пробовать и уже вам рассказывать, нужна ли она вообще, не нужна. А, если бы Габриэль не нужна, чтобы спать. В общем, да, Габриэль говорит, что если не нужна будет, то если что, мы будем спать на ней. И она такая большая, очень мягкая, очень прикольная. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, пощупаем. И много благодарна, gente. Очень вкусно, очень массивно. И очень красиво, не знаю. Очень красиво. В общем, тут есть, получается, наболочка такая отдельная. И внутри такая вот тоже интересная штука. То есть ее можно постирать, помыть, по крайней мере. Вот наболочку уж точно можно постирать, если вдруг какой-то инцидент случится. Допустим, я не знаю, там что ребенок что-то отрыгнет там или что-нибудь такое, она загрязнится. В общем, ее можно менять. Тут также есть этикетка, на непонятном языке, только 100% икатон. Я буду ставить мусульин, чтобы я померяю, как я буду кормить ребенка. Но я не могу кормить ребенка грудью. Вот так вот, короче, это будет сотриться. Ну, в принципе, прикольно. Можно даже кушать так, если честно. Вот можно сидеть так в позе лотоса, мы примерно сейчас и сидим примерно в такой вот позе. И можно как раз поставить сюда этот поднос и что-то кушать. Так что очень удобная штука и пригодится в хозяйстве. Спасибо большое. Да, очень приятно, очень мягенько, можно стирать опять же. И хороший, приятный дизайн, красивый. Цветы? Цветы. Я, pelo menos, fiquei супер feliz, fiquei супер feliz с этим, но я тоже fiquei очень feliz с прошлым. Мы вам показать вам. Купали говорит, что это все классные подарки, она очень счастлива, она очень рада, но есть еще более крутые подарки. Это уже подарки нам, мы не будем держать их до того, как родится ребенок. Вот он уже собирается скоро, но я думаю, что ему хотя бы пару лет должно исполниться, чтобы это все. попробовать вкуснятину. И сейчас мы будем проверять, что нам сладкого из вкуснятины положили в эту посылочку дополнительно, вот к вещам для ребенка. И первое, это вот какой-то шоколад, шоколайф, альпенголд. Нежный молочный шоколад и орех, хрустящая печенье. Печенье с альпийским шоколадом молочным и орехами. Вот так вот оно красиво, классно выглядит. Мы его сейчас будем пробовать или потом? Сейчас, конечно. Габель говорит, конечно же, сейчас мы его пробуем. Вот, наверное, мы его сейчас либо пробуем и расскажем вам, что она себя представляет и вкусненько оно или нет. Я уже думаю, что она наверняка вкусная. Габель говорит, что два дня назад уже пришла эта посылка. У нас, к сожалению, вообще не было времени. Мы туда-сюда бегаем. Мы тут решили еще перекрашивать нашу комнату. Габель говорит, что уже два дня эти в общем сладости лежат, еще и распакованные. И она просто смотрела, у нее вся извелась, короче, все нервы уже никуда. И я говорю, да, надо быть, сидим осторожно в нервной клетке. Не восстанавливается. Габель говорит, что сейчас не восстановится, когда мы этот шоколад попробуем. Вот такие вот небольшие печеньки. Печеньюшки. Очень вкусные печеньки, реально они хрустящие. Нам нравится, естественно, каждый день такое покупать, наверное, не стоит. Но так побаловать себя один разок очень даже вкусно. Такое печенье, как будто они с медом. Действительно чувствуются орехи. И реально прикольненькие печеньки. Тут их штук с десяток, наверное. Может быть, чуть поменьше. Я бы сейчас еще что-нибудь покажу. С того, что... Точно говоря, такое никогда не видели. Такую упаковку, которая вот именно такая тоненькая. Мы на Гуа как раз такие печеньки. Не то, чтобы мы постоянно там кушали, но мы последний раз их там кушали точно. И довольно часто мы на Гуа их кушали. Такие достаточно популярные в Индии. Такой кусочек Индии, как раз для нас воспоминания. Потому что мы действительно в Индии последний раз ели такие печеньки. Не очень они дешевые в Индии, потому что это экспорт. И у нас, собственно, они должны делаться. Поэтому у нас ностальгия прямо в Индии. Это время, когда мы оставим для этого. Потому что сейчас мы уже знакомы. Если у нас не знакомы, то мы пробуем. И следующее, что нам прислали, это вот такое конфетрия Рафаэлла. Подарочная упаковка Рафаэлла. Очень прикольная Габель говорит, что ей нравится Феррера Рошэн. Я, честно говоря, тоже ее... Рошэн. Рошэн. Рошэн это вот здесь, в Украине. Да, Рошэн точно. Феррера Рошэ. Габель говорит, что ей нравится, и я ее покупаю достаточно в Индии. Нас еще никогда. Ни раз еще не покупаю. Я уже не один раз не покупал. Если что, я теперь могу сделать Габель подарок. Я буду говорить про него на мой... ...аниверсаре. Когда у Габель будет день рождения, ей подарю вот этот вот. Или может быть на 10 лет нашей свадьбы. Наша, что, что, не... Сперва 10 лет. Или на год. Наверное, скоро будет год нашей свадьбы. Да, можно мне дать на 1 год. Ну, это мой аниверсарь, что будет хорошо. В общем, мы его, наверное, тоже сейчас не будем открывать. У нас есть еще четвертый последний сладкий подарок. Он еще более необычный, который мы вообще никогда не пробовали. Феррера Рошэн, естественно. Феррера Рошэн, да. Мы пробовали, хоть и не так часто мы его покупаем. В больших количествах он тоже не очень полезен для здоровья. Хотя это написано. Все относительно натуральное. Сладкий белый миндаль, борнокосовые орехи и так далее. Прибережем его для какого-нибудь следующего случая. Вот как раз, например, на годовщину нашей свадьбы. Достаточно скоро будет, буквально через месяц. Так что не так долго осталось. А мы на сейчас не тест. Если он nunca виновен. На последний, да. Мы с Габель не разу эту штуку не видели даже в продаже. Он гордый наш. Да, он очень толстый. Написано три шоколада. То есть, скорее всего, они все три подряд. Если один хорошо, то ты, наверное, вообще бомба. Не importa, что ты умеешь. Написано, содержит альпийское молоко. С 1901 года его делают. Вот уже сто лет Милка создает нежний, считающий во рту шоколад. Используя особый ингредиент. Молоко из самых Альп. Это молоко дает корову всю жизнь. Наслаждающаяся свежим горным воздухом. Пышными лугами, теплым солнечным сверху. И тогда. В общем, обязательно сейчас это попробуем. Так как мы никогда такого не пробовали. Огромное спасибо. Благодарю. Очень огромный. Супер. Максимум, что ты можешь. И сейчас Габель будет открывать, пробовать. На Веникан будет очень даже вкусно. Спасибо. Огромное. Смотрите, gente. И здесь есть три шоколада. И здесь есть хрень. И здесь есть хрень. На самом деле есть хрень. Вот так вот он смотрится. Тут так и есть. Он получается как торт. В середине белый шоколад. Вверху черный Милка шоколад. И коровки нарисованы. На кусочках шоколада написано Милка. На других кусочках коровка нарисована. И сейчас мы попробуем большую плитку. Они стоили без холодильника, поэтому он не хрустит. Мы сейчас попробуем. И после этого положим в холодильник оставшуюся часть. Очень мягко. Такой гамбургер и шоколад. Очень прикольно. Очень мягко. И я просто буду服ать этот кусочек. Потому что в принципе много шоколада. Не может быть гряпидами. Нормально. И с хорошей здоровой уникальный. Очень много. Не можеет закederать. Очень хорошо. Спасибо за Юлия и Вова. И мама. У них тоже очень что-либо. Ух ты есть шоколады. И гуас. Все очень удобные. Все очень вкусные. Наш baby будет использовать все детские вещи. Я желаю, что Бог благодарю вашу жизнь И еще больше Как этот хороший шоколад И что-нибудь такое вкусненькое Поэтому ей отдельное спасибо Ну и на этом мы с вами будем прощаться До наших следующих распаковок До наших следующих посылок Возможно к нам кто-то еще что-нибудь интересное пришлет Или к минимуму будем делать всякие распаковки Алиэкспрессы Интересные для ребенка Мы и так много заказали еще нового Алиэкспрессы Для ребенка И вообще недавно покупали всяких интересных штук Там всегда идут всякие скидки, промакции Я вот микрофон недавно заказал Буду экспериментировать Голос со мной И мы на этом будем прощаться Пока-пока До следующих наших видеораспаковок И увидимся с вами в следующей серии Пока-пока Пока